По легенде учений в бухте Стрелок появилось подозрительное судно. На радиозапросы береговых постов не отвечает. Навстречу выходят два противодиверсионных катера «Грачонок». К моменту их прибытия судно покинуло район. Но есть все основания предполагать, что после себя оно оставило группу подводных диверсантов. Обнаружить их поможет специальная техника. Многофункциональный телевизионный комплекс, который позволяет ему видеть как в темноте, так и в тумане. Поэтому любого диверсанта, движущегося на ластах или на движителе под водой и над водой, на воде мы обнаружим. В воду погружают гидроакустическую станцию «Анапа». Диверсантов быстро обнаруживают. Сектор, где находится противник, обстреливают реактивными гранатами. А затем туда выдвигается группа боевых пловцов и саперов, отряда по борьбе с подводными силами и средствами противника. Далее разыгран сценарий боя в толще морской воды. Мишени поражают и специальных подводных пистолетов и автоматов. Стрельба есть. Он также используется на поверхности. Может стрелять. И если занять позицию на грунте, это производится стрельба с колена. После ликвидации условного противника бойцы отряда обнаруживают оставленную диверсантами мину. Саперы отбуксировали ее в безопасное место и уничтожили. «На самом деле, регулярно осуществляем патрулирование как на быстроходных лодках, так и осмотр прибрежной части гидрохнических сооружений на подступах в пункт базирования». Учения противодиверсионного отряда совпали с юбилеем этого подразделения. Оно является одним из старейших в составе военно-морского флота России. В апреле отряду исполнилось 50 лет. Владимир Клюшников, Андрей Кармаданов, Андрей Толстихин. Панорама.